Жизнь основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского показана через воспоминания его старшей дочери. В основе моноспектакля не опубликованные воспоминания и переписка ученого из архивов Академии наук. А для меня он всегда оставался папой. В роли дочери Анастасии Егорова, она же автор идеи спектакля, несколько лет изучала архивные документы, встречалась с потомками Циолковского. Я понимала, что не хватает информации и нужно еще. А это все строится на желании, потому что хочется делать эту работу. И ты просто понимаешь, что ты сама что-то не знаешь. И начинаешь искать еще дальше, больше. Циолковский подробно описал особенности пребывания человека в космосе. Задолго до первого полета он создал проект ракеты дальнего действия, когда их еще только описывали фантасты. Ему же принадлежит идея поездов на воздушные подушки. У Циолковского еще была теория космического поезда, так называемого. А это есть не что иное, как многоступенчатая ракета, которая легла в основу нашей «семерки», которая могла что сделать? Донести термоядерный заряд на территорию нашего предполагаемого противника. Но жил ученый всегда крайне скромно. Когда совсем юным, он приехал из Рязанской губернии в Москву поступать в высшее техническое училище, ныне МГТУ имени Баумана, его не приняли. Циолковский стал ежедневно заниматься в Чертковской публичной библиотеке. Она одна была в Москве бесплатной и располагалась вот в этом здании. В спектакле показана и личная жизнь ученого. Поднята проблема взаимоотношений отцов и детей. На предпремьерный показ пригласили и правнука Константина Циолковского. Он продолжает дело прадеда. Почти 50 лет жизни посвятил космической отрасли. К семье такое трепетное отношение. Мне всегда говорили, смотри, не дай бог опозоришь. Честно тружусь на благо космонавтики, пилотируем. Занимаюсь экспериментами, там всякие разрабатываю системы. Премьера сегодня в новом пространстве Театра нации. Следующие спектакли зритель сможет увидеть 3 и 4 октября. Мария Саушкина, Савва Матюхин, Сергей Величко, Дмитрий Черников, Ксения Узунова. Вести.